Девушки отдыхают Девушки отдыхают Так, эфир пошел у нас на ютубе Да, ребят, эфиры Собака ест Вылизывает миску Ребят, все эфиры, которые открыты Они сохраняются на ютуб-канале В телеграме Лаврова Светлана, так и называется канал На Бусти И во многих соцсетях Еще тоже они есть в сохраненных Точно так же Максим Космос, привет Да, ребят, я Сегодня с вами хотела Такой сделать, ну тоже небольшой эфирчик Коротенький, как пойдет, если будут вопросы Яндекс, вот мне тут Роттуф, ВКонтакте Одноклассников показывают, где есть эфиры Вот На каких соцсетях вам удобно смотреть В тех вы смотрите, как бы абсолютно без разницы Ладно, мы стараемся максимально распространить их Без оплаты Чтобы Если кому-то это Поможет продвинуться И познать больше самих себя То это здорово Если кто-то хочет Как-то Поближе соприкоснуться Наверное, с моим видением С моим восприятием То для этого есть Либо онлайн-марафоны Кто не может выехать У кого нет возможности Такой приехать на ретриты Либо ретриты Ну и, конечно же, индивидуальные консультации Потому что кому-то хватает Буквально вот этого часа Вполне достаточно Чтобы понять Где у него вот эта вот Зацепочка есть Где у него есть вот этот вот Крючочек, который его держит Спасибо, ребят Как приятно сердечки получать Да, вы пока пишите сообщения И я потом Немножечко поотвечаю Хорошо? Вот И сегодня я бы вам хотела Рассказать Про кровь, да? Про кровь Но это Это, конечно же Вы должны понимать Что это не конечная версия Тем более Не конечная версия Вообще всего, что есть Это то, что я могу сейчас сказать Вам Рассказать Про то, что я вижу Я понимаю, что кровь Это Такой Такая тема Которая одна из самых запретных Я это все прекрасно понимаю Но После того, как меня уже там И запугивали И Закидывали помидорами И Разные Пытались какие-то Разоблачения Чего-либо Ко мне применить Я думаю, что уже Смысла нет Что-то Скрывать И, наверное, я вам буду По максимуму Что я могу сказать В открытых эфирах Я вам буду раскрывать Это Раскрывать я вам смогу Какие-то вещи Но показать Чтобы вы зашли Внутрь себя На удаленке Так сказать, да У меня этого и просто Не получится И вот как раз Я могу рассказать Что такое кровь Мы У нас сейчас с вами Есть такой стереотип Почему я говорю Все время Мне пишут Почему все время Говоришь у нас с вами Почему не затрагиваешь Я Потому что я Это и есть вы В это и есть я И когда я говорю Что у нас с вами То У меня же Не какая-то Другая кровь У меня не какие-то Другие ДНК Я не с какой-то Другой Другой Планеты Я В нескольких Воплощениях Рееркорнирована В нескольких Воплощениях Да Но рееркорнирована То, что я Сейчас могу Посмотреть Через свои клетки Это В этой плотности На этой планете Которая точно Так же Рееркорнируется Ребят Есть И как раз Когда мы говорим О наших клетках Это как раз О том Что есть Такое Какая Красотка Привет Свети Башка Спасибо Аврор Это как раз О том Что мы можем Посмотреть Каждый из нас В наших Клеточках Просто Нас так Разделили С самим собой Что мы себя Даже не замечаем Нам максимум Что сделали Максимум Что дали Вот эту Какую-то плюшку Как морковку Впереди себя Что Ну ты себя Можешь Растождествить С телом С физическим И вот мы Там Несколькими Неопределенным Количеством Временем Сидим И Растождествляем С себя С физическим Телом Когда к нам Приходят Определенные Какие-то Видения Но это же Настолько Поверхностно Ребят Потому что Когда вы Научитесь Не разношдествлять С себя С своим Физическим Телом А заглядывать В свое Физическое Тело Максимально Глубоко Вот там Вот вы И увидите Всю суть Самого Себя Что я Имею ввиду Мы сейчас Берем не ДНК Да А кровь Потому что Кровь Это Это вообще Омыватель Омыватель Того Что Есть Вообще В нас Клетки Они Клетки С Вот эта Субстанция Эфир Эссенция Вот это Если мы будем Разбирать Но это Не тема Сегодняшняя Мы Может быть С вами Потом Дальше Заглянем Туда Конечно Поговорим Что такое Эссенция Что первично Что вторично Это опять же Я свое видение Буду вам Говорить Ни в коем случае Я не претендую На истину Да Это то Что я сейчас Вижу И Как раз Кровь Это То Что Первоначально Когда у нас Собралось Что-либо Клеточки ДНК Через Эссенцию Через Эфир Собрались Определенные Компоненты Самого себя Я сейчас Даже не беру Планету Просто беру Вот маленькую Частичку Назда И вот это Чтобы оно Начало Фунциклировать Да Вот так вот скажу Фунциклировать И передавать Информационный поток Чтобы передать Этот информационный поток Он идет Вот как раз Он идет По Жидкости Потому что Только по жидкости Идет передача Вот этого Вот внутреннего тока И вот эта вот Жидкость Которая есть в нас Вся жидкость Которая есть в нас Она Это единая жидкость Просто мы На сегодняшний день Ее разделяем То есть Я сейчас грубо скажу Да Я не медик Я не могу сказать Каких-то определенных Компонентов Чем отличает Например Кровь От лимфы Лимфу От слюны Слюну От мочи И там Мочу От слезы И так далее Но по факту Это единая жидкость С определенным Вкраплением Иных компонентов Давайте я так скажу Вот И как раз Когда мы говорим Про кровь Я вам могу Ребят сказать Однозначно Как я вижу Опять же Не претендую на истину Нас начали разделять По кастовости Нас начали разделять По национальности Нас начали разделять По еще каким-то аспектам А по факту Это настолько все вторично Это настолько все Не актуально Потому что У нас есть На сегодняшний день Есть разделение Приоритетность Я бы так сказала Не приоритетность В смысле Хорошо или плохо Да А приоритетность в определенном контексте по крови, у каждой, давайте ее назовем группа крови, у каждой группы крови есть определенные критерии, критериальность. Но, опять же, когда мы сдаем на группу крови, у меня на сегодняшний день в течение жизни поменялась три раза группа крови. Почему я знаю, что поменялась три раза группа крови? Потому что вы прекрасно знаете, что я была очень-очень болезненным ребенком, и у меня в детстве доходило до переливания крови, но переливания не сделали. Это первый раз, когда у меня был забор на группу крови. Второй раз, это, наверное, многие беременные женщины, рожавшие женщины, знают, что при этом берут на группу крови анализ. И так как у меня два раза рожала, я еще два раза сдавала на группу крови. И все три раза у меня была разная группа крови. Это зафиксировано в медицинских картах. Группа крови действительно может меняться, и для кого это не секрет, и меняется она по различным объектам. Но если даже вы сдавали группу крови, то вы прекрасно знаете, что вам, например, пишут там вторая положительная, третья отрицательная, там первая положительная, там еще что-то. И вы понимаете, что у вас, если вам написали, что первая положительная, то у вас первая положительная. Но если мы смотрим на человека, если мы видим у человека, я вам уже говорила, да, что я немножечко по-другому сейчас вижу мир, и я его больше вижу в цветовой вибрационной композиции. И я вам могу сказать, что нет, ни у одного человека, у которого, например, положительная группа крови, это плюсики, да, ну как будто бы как в крови полавают плюсики. Я вам могу сказать, что, как правило, если положительная группа крови на данный момент, то, как правило, это 80-70% положительных компонентов. И 20-30% и до 40% у некоторых доходит отрицательных компонентов. То есть в нас есть как плюсовые вот эти вот частички, так и минусовые. Но это еще, ребят, не все. Вы, наверное, замечали, что есть такие моменты, когда... Вот вы чувствуете, что вы прорабатываете себя, что вы выходите на какой-то новый уровень себя, вот вы познаете какие-то моменты, что вот вы вроде бы вот и это усвоили, и это усвоили, и здесь у вас все хорошо, все понятно, все актуально, вы понимаете, что, к чему, как. И в какой-то определенный момент, когда вы подходите к определенной стадии разрешения какого-то фрагмента вашей жизни, у вас раз и какая-то вот такая вот ситуация, что у вас... Она не том, что оттягивает назад, но как будто все рушится, как будто земля из-под ног уходит. И вы думаете, ну что опять не так? Ну где я опять что-нибудь проработала? Ну что я упустила, упустила? Ну где вот это вот? И как раз... Сейчас, ребята, почитаю вопросы, я сейчас остановлю на вопросы. И как раз это вот та ситуация, которую вот очень хорошо видно по группе крови. Мы же с вами знаем, что как что ДНК, что и группа крови, она тоже идет по роду. И как раз вот некоторые частички, вот я их вижу, как такие кружочки плавающие, да, в венках. И вот некоторые кружочки, вот эти вот частички, они идут с рода с какого-то поколения. С какого-то поколения, у вас самих два поколения, 22 поколения, неважно. И есть некоторые моменты, которые в поколениях не смогли найти выход из какой-то ситуации. Не смогли найти решение какого-то вопроса. И вот эти вот частички, они постоянно идут из рода в род, по крови передаются. И то же самое оно передается и вам, и мне, и еще кому-то. То есть у нас эта кровь, она не вновь созданная. Она передается по нашему роду, по нашей линии. И что мы можем, кто-то залазит в голову, через голову, через подсознание, да, решает какие-то вопросы. А можно точно так же делать как комплексно, что ли, я не знаю, может быть, это грубо, я скажу. Но когда ты разговариваешь с человеком, когда он начинает выходить на определенные эмоции, когда я разговариваю с человеком, и он, например, мне рассказывает, я не могу вот это вот увидеть, я не могу вот это с этим, вот что мне делать вот с этим, что мне делать вот с этим. И когда он выходит на определенную эмоцию, чувствование самого себя, вот эти вот кружочки, давайте их назовем, они начинают как всплывать, они начинают как, когда кипит вода, они начинают как вверх на поверхность выходить. И ты видишь вот в них, вот эти вот, какое это поколение, откуда вот этот вот нерешенный вопрос, из какого поколения, понимаете, и это все у нас в крови, представляете, какой мы клондайк для самого себя. И почему я говорю, что кровь разного цвета, она на определенном этапе, когда начинаешь разбирать, когда начинаешь как бы вскрывать вот эти вот, когда начинаешь вскрывать эти капсулы, вот эта вот закапсулированность предыдущих родов, она начинает вскрываться определенным цветом. И когда она начинает вскрываться определенным цветом, человек начинает, у него светимость начинает меняться в ту световую гамму, которую он начинает прорабатывать. И это отдельный космос, отдельный космос нас самих. Вот, и я такое вот небольшое новое видение вам закинула для размышления, да, сейчас готова поотвечать на вопросы, вот, потому что про эту тему очень много можно говорить, но я бы не хотела много говорить в прямом эфире, чтобы не начали примерять на себя то, что для вас не подходит, не начали думать, ой, вот это вот мне подходит, это, наверное, моя история. А на самом деле вы бы хотели, чтобы это была ваша история, потому что здесь вам удобнее было бы проработать определенный момент, чтобы не углубляться вот туда. Понимаете тоже, как это работает? Что делать тем людям, у которых было кровь в проливании в больнице? Вы очень открытый, светлый человек, очень красивая, вы живая. Когда переливают людям кровь, я могу сказать, что бывает, что кровь, она не приживается. Но у нас кровь, она настолько, у нас организм настолько много вырабатывает каждый день у кровяных телец, или как это правильно называется, что вы спокойно можете в течение 7 лет, всего лишь 7 лет, поменять полностью всю свою структуру крови на свою личную. А можете познать род того человека, с которым было переливание. Но это другой процесс, и это тоже нужно понимать, надо ли вам это, потому что в своем роде у нас, у нас же уже далеко не молодая вот эта вот земля, и не в первом воплощении земля наша, в которой мы сейчас живем, она тоже не в первом воплощении. И мы так мало об этом знаем, мы так мало идем вот туда, что, наверное, было бы интересно сейчас узнать свой род. Свой род для чего узнать? Свой род, вот эту вот всю свою структуру, да? Род — это чтобы было понимание, что это коротко. А по факту вот всю свою структуру узнать, чтобы понять, а как я могу дальше перейти на следующий уровень, на следующую плотность. Потому что разуплотнение этой земли, разуплотнение этого пространства, оно будет неизбежным. Точно так же, как и мы. Мы же, для нас это почему-то считается нормой, да, что мы умираем, а потом кто-то верит в реакорнацию, кто-то не верит, это уже другой вопрос. Но все знают, что умирает и рождается, умирает и рождается, умирает и рождается. С планетами то же самое, то же самое, как и с нашей планетой, то же самое, что и с нашими Солнцами, с нашими Лунами. И многие знают, что у нас не одна Луна, что у нас не одно Солнце. Даже в течение своего времени, своего жизненного периода мы эти вещи замечаем, но так как у нас нет определенной информации, мы стараемся на них не обращать внимания, чтобы не залезать туда. Потому что не знаем, от чего копать, а оставаться в полнейшем неведении, это не совсем приятно. Голубая кровь что означает? Голубая кровь, это, как правило, метафора. У нас она, в принципе, всегда красная, не кровь сама. Ну, а цвет крови, это имеется в виду свет крови, не цвет, а цвет крови. А голубая кровь, это метафора больше. А свет крови, он бывает, когда мы уходим в развитие себя, вот тогда она у нас идет с тем оттенком, с тем светом, в котором мы находимся на сегодняшний день. Но, опять же, когда она спрашивает про свет, а что такое зеленый свет, а что такое синий свет, нет такого, чтобы свет был определенный, что-то одно значимое. Вот я смотрю на двух человек, и у того синий свет, и у этого синий свет, но я про двух людей расскажу абсолютно разную информацию. Он, свет синий и синий, он настолько разный. Когда ты заходишь туда в глубину, он раскрывается абсолютно по-другому. Какая плотность, какая вибрация. Насколько он, насколько вот эта вот, я не знаю, свежесть, или как называется, свежесть, теплость, холодность. То есть это столько много вот этих вот чувствований в каждом свете, что абсолютно все по-разному. У меня тоже менялось, было 2+, стало 4+. Да, но четвертая, четвертая группа крови, это вообще не совсем группа крови. Вот, это немножечко вообще другая тема. Да, она есть, мы как бы привыкли ее называть, что это четвертая группа крови, но по факту это другие компоненты. У меня до замужества была вторая группа, после замужества стала, как у мужа. А такое тоже бывает. Такое тоже бывает, и бывает, что рождаются дети, у мужа одна группа крови, у жены другая группа крови, а ребенок родился с той группой крови, которая в принципе не может быть в соотношении мужа и жены группа крови. И такое тоже бывает. Это тоже про нее, я говорю, это можно очень-очень много об этом говорить. И так это тоже бывает. Да, я у мужа, у группы крови, стала как у мужа. Возможно, вы, сменив свою фамилию на фамилию мужа, как бы вошли в родовой колпак, да, наверное, я так назвал, в родовой колпак мужа, и начали делать определенные функции его фамильного рода. А это тоже может быть. Светочка, вот очень ценный, за мной, благодарю, благодарю, ребят. Вот это так удивительно. Я после беременности родов чувствую не свои программы. Да, есть такое. Возможно, ты идешь на помощь именно программам, чтобы реализовать программы для своих деток, чтобы показать им, стать... Мы не можем становиться учителями для своих детей, запомните это никогда. Мы не можем их учить. Мы можем стать только буфером, да, для своих детей. Мы можем как-то сгладить те моменты, которые будут проходить они. Вот так я бы, наверное, сказала. Ха, у меня после забора крови были ощущения, как мужчина корит, которому влили мою. Вопросов нет. Тебе стрижка идет круто. Спасибо, ребят. Да, мне удобно со стрижкой, потому что я и купаюсь часто, и на велике езжу часто, и с длинными волосами не всегда это актуально. Так, залез в душ и смыл всю пыль дорог. Спасибо, Бро. Так, сейчас почитаю. Лучше верить в реакторнацию, так жить спокойнее. Смотрите, ребят, я уже говорила, что вера – это вообще не мой конек. Что такое вера? Вера – это всегда про то, чего мы не знаем. Если у нас есть знания, нам вера не нужна. Когда у нас нет знаний, но нам очень хочется, мы начинаем трясти за горло веру. Говорите, вера, я верю, я еще что-то. Вера – это никогда не про знания. Поэтому отпустите ее с Богом, пусть она идет, идите к знаниям. Что ждет людей на планете Земля с 23 по 25 года? Да, Татьяна, ты уходишь от самой себя, и это уже не первый раз. Не в смысле твоих сообщений, нет. А в смысле твоей жизни. У тебя так много нераскрытого, того, от чего ты бежишь, и к чему ты не хочешь прийти, ты будешь, наверное, на реакторнацию переходить вновь и вновь, пока ты не пойдешь по своим программам, пока ты не пойдешь по своему кругу. Он у тебя замечательный, великолепный, ты настолько сильный человек, но все время пытаешься через суету убежать от самой себя, делая вид, что ты что-то делаешь. Возвращайся. Так, а почему не можем быть деткам-учителями? Что значит буфер? Очень сейчас актуально, и в автономный режим не могу уходить. Очень сложно и агрессивно стало. Со свекровью полное неприятие стало. Со свекровью полное неприятие стало, потому что ты ее не принимаешь, а она хочет определенных... Как сказать-то? Она хочет внимания, потому что ты забрала одно из самых ценных, что у нее есть, это ее сына. Так уж устроено это все, да? Она его холила, лелеяла, гиточку свою. Я просто сейчас по себе это знаю. Там, чтобы он повкуснее, посытнее, понаглаженнее, побелее что-то. Да, все это дело-дела, а сейчас он лавры все какой-то женщине отдает. Вот. И мы очень часто не понимаем. И что такое не быть? Мы не можем быть учителями для своих деток. Мы учителями не можем быть, потому что всегда следующее поколение приходит нас учить. И наши дети приходят нас учить. Всегда. Посмотрите на наших родителей, посмотрите на нас. Нашим родителям сейчас, да, когда, я не знаю, там телефон, вот они начнут там тыкать, да, вот это вот, там сенсорный экран какой-то там, вот эти вот, и то они уже научились. А ребенку сейчас дай. Я подхожу к сыновьям, говорю, мне нужно вот это сделать. И они мне помогают. Это, конечно, такой поверхностный пример, но тем не менее, мы своим детям что-то подсказать, они на более высоких вибрациях. То есть смотрите, как появляются детки. Я не буду уподобляться, да, когда вот у наркоманов, у алкоголиков. Мы возьмем просто среднестатистически людей. Это когда просто родители, муж с женой хотят ребенка. Либо бывает часто и по залету. Это не имеет значения. Но это тогда, когда вибрационный посыл, вибрация ребенка понимает, что до определенного возраста скафандр мамы, вибрация мамы, выдержит то вибрационное поле, которое будет в нем расти, в ней расти. Ребенок всегда рождается с более высокой потенциальной энергией вибрации, чем сами родители. Всегда. Но у нас заложено такое, чтобы их обезопасить, чтобы они не уходили на следующий уровень восприятия, в следующую матрицу. Нам их нужно здесь сохранить, поэтому мы их отупляем. Я не знаю, как по-другому ребенок сказать, но это действительно так. Мы им покупаем телефоны, мы им покупаем там еще что-то. Дело не в телефонах, нет, не в том, что в гаджетах там какие-то игры, а дело в том, что возьмите любого ребенка, дайте ему телефон, он за пять минут научится играть, отнимите у него телефон, он за пять минут себя займет чем-нибудь другим. Они настолько быстро воспринимают весь окружающий мир, как у нас этого не было, мы были более заторможены. И так каждое поколение. И если мы им не будем мешать, что такое родители? Это роди тело. Если бы родители не мешали своим детям, то они были бы намного развитием в свои года, чем они есть на самом деле. Мы же их в садике, в школу, и вот это вот выедание вот этих вот постоянно. Я вот как сейчас часто вспомню, что я там ребенку постоянно говорю, ну что ты сделал уроки, т-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Сейчас я просто уже отлепилась от них, они у меня там младшие учатся на домашнем обучении, старшие уже сам по себе. И у них абсолютно другие результаты пошли, потому что я от них отстала со своим вот этим вот. Вот это надо, вот это вот ты сделаешь, а потом иди своей дорогой. Почему нужно идти сначала моей дорогой, а потом идти своей дорогой? Почему он сразу не может пойти своей дорогой? Ведь это же правильно, что я как бы родила ребенка, дала ему возможность пойти своей дорогой. А что такое быть его буфером? Это когда он говорит, мама, вот у меня, например, вот это вот не получилось, а ты с ним садишься, не поддерживая его в слабости, не говоря, что ты такой замечательный, в следующий раз у тебя получится. Нет. А ты садишься с ним и разбираешь, давай посмотрим, почему не получилось. Давай посмотрим, почему тебе было удобно, чтобы была такая ситуация. И начинаешь по-взрослому с ним проходить эти этапы. И тогда в следующий раз, рядом с собой имея такого учителя, он очень многие вещи перескочит, пройдет дальше их. Ты видишь людей, видишь их цвета и программы? Да. Но не залажу без разрешения, никогда не залажу. Мне как бы хватает своих красок. Для меня дочь и учитель, очень мощно, правильно. В автономном режиме ты не ешь и не пьешь. Я сейчас про автономный режим стараюсь вообще не говорить, потому что уводит восприятие сознания на банальные вещи, ешь или не ешь. Это вообще не актуально. Когда вы выйдете в определенные состояния, вам будет не актуально, едите вы или не едите. Вы можете есть, а можете не есть. Поэтому я сейчас стараюсь эту тему вообще не затрагивать. Она поверхностная, она банальная. Вы сами уйдете от этого. Света, ну ты ж жёшь. Спасибо. Спасибо. Я думаю, это в хорошем смысле. Классно, спасибо. Светлана, как найти себя? Как найти себя? Ты знаешь себя. Ты не хочешь к себе поворачиваться. Не хочешь к себе поворачиваться. Потому что тебе нужно будет вообще всё менять. Тебе нужно будет всё менять с 17 лет. Вот у тебя в 17 лет был определенный... Это Татьяне, я обращаюсь. У тебя был в 17 лет какой-то определенный этап, который перевернул твоё... Увёл тебя в определенное русло, и тебе там стало комфортно. Не сразу, но тем не менее. Тебе нужно будет это всё возвращать. Это достаточно такой аспект тяжёлый. Ну как тяжёлый? увлекательный, наверное, я бы сказала сейчас уже, да? Для некоторых людей это всё убрать, это достаточно проблематично. Он был... Саиба Ба говорил, что мы все боги спящие. Он был прав, всё есть, божественная игра в самого себя. Всё игра. Ты видишь программу, можешь подсказать, как действовать человеку. Как действовать? Нет, не могу подсказать. Он сам будет выбирать, как ему действовать. Я могу просто подсказать... Я могу... Если он попросит, мы можем разобрать его ситуацию, и он там сам это всё увидит. Насколько глубоко он будет готов идти, это уже другой вопрос. Если через сухие автономные дни я ясно видела и понимала, родила и потеряла сильно, через что сейчас актуально идти? Или мне автономные дни ещё пока актуальны? Ребят, автономные дни я считаю, что всегда актуальны. То, что я о них не говорю, это не говорит о том, что я... что я говорю, что не нужно убирать там еду и жидкость. Нет. Эти состояния очень хорошо помогают, во-первых, а во-вторых, вы поймёте, что вообще в принципе человеку правда она не нужна ни еда, ни жидкость. Не нужна, поверьте. Вот, но просто я эту тему сейчас не затрагиваю. Вот, а то, что ты сейчас потерялась, потерялась это не потому, что ты родила ребёнка, а потерялась ты, потому что ты не можешь пока сейчас принять своего ребёнка как отдельную личность, а у тебя состояние такое, как будто ты раздвоилась. А что сейчас? Ты потеряла свою целостность. Целостность перед самим собой, не перед кем-то. Мы не можем потеряться перед другими, мы не можем обидеться на кого-то, мы не можем расстроиться из-за кого-то. Всегда только есть это внутри нас. И если внутри нас это есть, вот это расстройство, оно вылезет наружу при любом триггере. А у тебя какой огонь внутри? Он тоже разный. чаще всего такой бело-голубой. Но если в живую меня увидите, то тоже увидите. Ребята многие видят. Да, ребятки, задавайте ещё вопросы. какие есть. Конечно же, жду вас на ретрите. На ретрите мы эти темы все разберём очень глубоко. Очень хорошо посмотрим вас внутри. Вы сами увидите себя. Света, можешь подсказать, почему не получается зарабатывать столько, сколько хочется? Всегда получается зарабатывать столько, сколько хочется. А не получается только то, пока ты себя не найдёшь. Пока ты себя не увидишь, не найдёшь, что тебе нужно, тебе конкретно. Ты никогда не будешь там зарабатывать эти какие-то денежные средства. Вот смотрите, ребят Ведь очень многие Неважно, бизнесмены Какие-нибудь просто Менеджеры на заводе Продавцы, кассиры Абсолютно неважно Но очень многие Любят смотреть, например, такие ролики Что там бросил все И вот он там с рюкзаком пошел по миру ходить На какую-нибудь гору залез В какой-нибудь там жаркой стране В каких-нибудь снегах Там страны И мы любим смотреть, как люди путешествуют в странах И ощутите на себе Вот попробуйте посмотреть какую-нибудь передачу Я не знаю, какое-нибудь кругосветное путешествие И мы когда смотрим, мы же себе думаем Вот я бы так А что это значит? По факту, что это значит? Мы же всегда хотим вот эти вот путешествия Что-то новое И мы когда вот себя вот в этом состоянии представляем Мы же не представляем, что за нами там охрана Два вагона новых шмоток Там несколько машин на разные случаи жизни Не знаю, там ботинки из траусиной кожи Там еще что-то Мы себя представляем В каких-нибудь сланцах С рюкзаком И с такими же обезбашенными людьми Это говорит о чем? Это истинное наше желание Нам ничего не надо Почему у нас не получается зарабатывать? Потому что мы все время к заработку идем Через вот это вот, через надрыв Через аскезы Чтобы, ну нам же нужно детей воспитать Но нам же нужно одеться Но нам же нужно туда-то за квартиру заплатить Но нам же нужно это А внутри в душе-то, в душа-то говорит Да рюкзак возьми, одень сланцы, шорты И иди Вот он кайф С такими же людьми Там где-то две виноградинки увидела Съела за день И ты себя чувствуешь великолепно Тебе не нужны никакие таблетки Тебе не нужна никакая еда Тебе ничего не нужно Все, тебе нужно только максимум Где-нибудь зарядить какой-нибудь гаджет Чтобы связаться, рассказать миру Показать что-то Самой там запечатлеть То не всегда он нужен Вот наши истинные желания Если мы туда углубимся А мы себе делаем вот это Чтобы занять себя Чтобы занять себя А задумайтесь, для чего мы себя занимаем Это же очень глубинный вопрос Потому что если мы себя откроем Мы все вылетим Мы вылетим На следующую реинкарнацию Следующего всего Благодарю за плак Благодарю А с малышом на ретрит можно? Грымничок 1,6 Если он тебя отвлекать не будет То можно Но 1,6 Скорее всего ты ему будешь Больше внимания уделять Просто чтобы не получилось так Что ты потратишь Денежные средства свои А не получишь то Зачем ты ехала У меня были ребятки От 4 лет Но от 4 лет Как бы мы в Нараяне центре Ретрит-центр Нараяна Я провожу Там очень много детей Там дети Детки и персонала И мои постоянно со мной ездят То есть они все время где-то заняты Они бегают Но это от 4 лет И то 4 года Мамочки все равно сидят там И где-нибудь там ерзают Там где-то покормить Где-то еще что-то А год и 6 Ты должна сама принять решение Насколько ты готова получить Ту информацию Которая будет вот Вот в этом во всем Потому что год и 6 Все-таки это еще Это уже не лялечка Которая все время На груди будет спать И еще не тот ребенок Которого можно оставить Чтобы он сам по себе Где-то развлекался Хочу, чтобы через мужчину Пошел поток А я только энергию ему давала И развивалась Как мне открыть потоки Если это твой мужчина То у вас будет поток Просто нужно понимать Что вы в одном потоке Находитесь или нет Потому что Если мы уйдем от шаблонов Что такое Что мужчина Должен зарабатывать А женщина Там должна наслаждаться И давать только энергию Это же перековерканное Потому что Изначально было Что мужчина был Добытчиком А женщина Она просто Быть В быту была Как бы Очаг поддерживала Да Мы сейчас Переквалифицировались Все Что мы сейчас Вот такие Вот они Должны зарабатывать Если ты Ставишь его Вот В такие Рамки И критерии То ты должна Понимать Что ты Автоматически Нарешиваешь И на себя Критериальность Если ты Хочешь идти Без критериев Самого себя Хочешь идти Максимально К себе То у тебя Не может быть Мужчина рядом С такими С какими-либо Критериями Что он должен Он должен Он должен Тогда он Будет идти Только через любовь Да Он может тебе Отдавать Вообще Все что угодно У него Могут и деньги Идти У него Могут быть И там Все что угодно Идти Он может тебе С огромным удовольствием Любовью Это отдавать Это другое Но Ты же сейчас Говоришь Про Про иное Ты же не говоришь Что Я хочу найти Такого мужчину Которым Я хочу найти Такого мужчину Которому будет Приятно Отдавать мне Свою энергию В денежном эквиваленте Ты говоришь Я хочу Чтобы через него Шел поток А почему ты думаешь Что через него Не идет поток Через него Скорее всего Идет поток А закрываешь ты его Или нет Это уже другой вопрос Если ты его закрываешь Для чего тебе это нужно Для чего ты хочешь быть Значимой В его жизни Вот я могу открыть И могу закрыть Или кому ты хочешь доказать Что ты такая Вот мне бы хотелось Чтобы через мужчину Шел поток Но деньги зарабатываю В принципе я Кому ты хочешь Показать Что ты такая Молодец Всегда В первую очередь Себе Что у тебя было Что у тебя было У твоих родителей Почему ты им Хочешь доказать Что ты молодец Что ты не просто Так родилась На свет Мама предполагала Что должен быть Аборт Тут же очень много Вот этой вот Подноготной И ее тоже Можно разобрать Когда мы цельны Когда мы не хотим Чтобы через кого-то Что-то шло Тогда уже у нас И отношение К самому себе Другое Пока страх Бросить Пить воду Не бросай Ясное видение На сыроедении Открывается Татьяна Это вообще Не зависит От еды Это же Я уже говорила Не один раз Это как велосипед Когда вы научились На велосипеде Кататься Вы можете Через 10 Через 20 лет Сесть на велосипед И поехать Вы не будете Лучше ездить Но все равно Сядете И поедете И здесь так же Если у вас Что-то открылось Это может Открыться Просто вмиг Это может Открыться Не знаю Там На каком-нибудь Корпоративе После Миски пельменей И бутылки водки И у вас Раз и открылось Открылось Потому что Вибрационное Боле Вот это Ваша спираль Она уже А бывает Что вы Ведете Как кажется Благой образ жизни Кушать очень мало Очень редко Только какой-нибудь Там Благой еды Не ходите Там Не материтесь Не еще Что-то Не делать Вот весь Такой Положительный И хороший А внутри Кошки Скребут Иногда Просто хочется Чтоб К тебя Кто-то Подошел Обматерил И сказал Какой ты Вот Такой Такой А ты Думаешь Вот он Настоящий Настоящий Мы теряем Всегда Теряем Настоящий За какой-то Благости Это не про это Простите Очень личный вопрос Вы с мужем Разошлись Из-за автономии И изменения Сознания Как жить В семье Где не принимает Один Изменение Другого Как идти дальше Только Расход Я думаю Что не Только Расход Я думаю Что можно Эту ситуацию Но вообще Ребята У меня Такое Видение На сегодняшний день Может быть Оно Изменится Я Не вижу Что Люди Всю жизнь Могут Нет Они могут Конечно Прожить вместе Да Но вы же Постоянно Растете Постоянно Меняетесь А хотим Мы Чтобы Человек Один и тот же человек Все время Был с вами Это мы хотим Почему У вас получилось Такое Эгоистичное Желание Чтобы вы Хотели Чтобы этот Человек Был Всегда С вами Ваше Желание Не его Ваше Возвращаемся Опять К вам Почему Такое Желание А почему Вы не думаете Что в вашей Жизни Если этот Человек Сделал Какое-то Прошел С вами Какой-то Путь Почему Другой Человек Не может Пройти С вами Следующий Путь Почему Все время Цепляемся Думая Что это Какой-то Критерий Должно Быть Так Муж Должен Быть Один Жена Должна Быть Одна Я Пока Не вижу Что Всегда С одним И тем Человеком Я Вижу Что Сколько Вы Растете И Развиваетесь Вокруг Вас Все Меняется Вокруг Вас Не Могут Поменяться Только Дети Потому Что Ну Вы Их Родили И И То Они В Определен Момент От Вас Уходят Своё Свободное Плавание А За Вторые Половины Мы Почему-то Нам Принято Что Мы Должны Держаться За А Если Отпустить Это Вы Можете С ними Год Прожить А Можете Сто Лет Прожить Это Не Имеет Значения Но Вы Можете Сто Лет Прожить Только После Того Как Вы Их Отпустили Как Только Вы Начинаете Думать Как Мне Быть Вместе С Этим Человеком Это Всегда Про Эгоизм Как Бы Вам Быть С Миллион Всяких Причин Вы Себе Придумаете Но Это Опять же Только Про Вас Это Ваша История Только Ваша Она Его Не Касается Второй Половины Никогда Не Касается Здравия Светлана Всем Друзья Наша Кровь Это Жидкий Кристалл На Котором Записана Информация Если Так То Как Поменять Эту Запись Чтобы Открыть Настоящую Себя Сначала Открой Эту Запись А потом Будешь Думать Стоит Ли Тебе Менять Это Или Нет Это Уже Другой Вопрос Забегаешь Вперед Луч Света Галина Да Ребята У нас Уже С вами Почти Час Опять Прошло Время Незаметно Давайте Открыть Чуть Себя Себя Стадом Вам Захочется Выделиться Как Только Вы Чувствуете Себя Собой А Вы Только Единственный Что Есть Больше Ничего Не Существует То То После Этого Вам Не Захочется Быть Какой Индивидуальностью Как Вам Захочется Быть Индивидуальностью Если Вы Уже Индивидуальность Только При Четком Осознавании Себя Стадом Вам Хочется Быть Какой Иной Выделиться Через Одежду Выделиться Через Какие То Еще Аспекты Тогда Вы Не Себя Начинаете Украшать А Через Себя Начинаете Украшать Ваш Мир Понимаете Разницу Когда Вы Себя Делаете И Когда Вы Через Себя Делаете Светлана Расскажите Вкратце Лимфатические Системы Для Чего Она Светлана У меня Есть На Канале Я Проводила В закрытом Клубе Эфир И мы Его Оставили Запись В Общем Доступе Вы Можете Посмотреть Он там Сохранен Вопросов Пока Больше Нет Ну что Ребятки Я вас Я вас Благодарю Было Сегодня Достаточно Много Народу Я Очень Рада Что Интересно То О чем Я Рассказываю Значит Буду И дальше Рассказывать Задавайте Свои Вопросы Пишите Присоединяйтесь Присоединяйтесь В открытую Группу Которая Абсолютно Безоплатная Школа Автономии В телеграм Канале В телеграм Канале Лаврова Светлана Где Выставляются Эфиры В закрытый Клуб Конечно же Присоединяйтесь Где мы Разбираем Каждый Миллиметр Нашего Тела И поднимаем Те вопросы Которые Не совсем Корректно Открывать В открытых Эфирах Ну и конечно же Марафоны И ретриты Я вас всех Жду Всех очень Крепко Обняла И до новых Встреч Продолжение следует Продолжение следует